В красной футболке против Сюсиня. По статистике я смотрел, по-моему, они пять раз встречались, если мне не изменяет память, на турнирах у дегиды ITTF. Ну, естественно, это в первую очередь про-туры. И там четыре уверенные победы у Сюсиня, все со счетом 4-1. Но есть один успех у Овчарова, датированный 2010 годом, когда он обыграл китайца со счетом 4-3. Соответственно, он знает, как обыгрывать этого спортсмена. Местный спорткомплекс забит до отказа. 4 тысячи билетов были проданы буквально за считанные часы, как говорят организаторы. Интересно, что вот такое место выбрали в качестве проведения Кубка мира. Небольшой городок Вервье. Это не Льеш, это не Шар-Леруа. В Шар-Леруа так вообще там Володя Самсонов кумир. Но разбираются, как мы видим, бельгийские болельщики в настольном теннисе. Любят его и в большом количестве приходят на матчи. Да, тем более, если этот городок находится с границей Германии. Сейчас предполагаю, что очень много болельщиков приехали поддержать. Именно Дмитрия Овчарова и Тима Бола, конечно. Поэтому у Дмитрия сейчас должна быть мощная поддержка здесь. Хотя в настольном теннисе, в принципе, прогнозы такая вещь неблагодарная. Хоть и статистика говорит о том, что Сюсинь имеет пока преимущество в победах. Но всякое может быть, настрой на матч, физическое состояние, настроение, да все что угодно может вообще произойти. Поэтому будем наблюдать. Сейчас здорово атаковал Дмитрий, как на противах поймал своего соперника. Хорошо показал, что будет играть под удобную сторону. Потом кисть развернул и поймал его. Я думаю, что на протяжении всего матча такие варианты будет искать Овчаров. Будет поджимать его под неудобную сторону и по возможности ловить. Не-не-не-не-не. Первым ходом очень хорошо задумал. Вторым, к сожалению, ошибся. Может, не ожидал такого навесного топ-спина. Но Дмитрий умеет делать вот такие вот неудобные какие-то элементы, такие обманные элементы. Он будет продолжать, я думаю, будет делать, это все пробовать. Потому как, ну, нужно рисковать. Других вариантов нет. Если уходить с Сусиним в перекрутку, то думаю, что у Димы пока шансов мало. Жалуются на зрителей. Какие-то разборки уже начались. Нервничает Дима. Тут, я думаю, что сказывается еще и давление. Конечно, от него все сейчас ждут успеха. Я вот не помню, были ли вообще европейские финалы на Кубке мира. Наверное, были в 90-х годах. Были. Причем не только финалы, а даже подиум был. Точно помню, что Зоран, приморок, Тима Болл и кто-то еще вот с ним там делил подиум. Поэтому были трижды подиумы европейские вот в 90-е годы. Во все остальные разбавлялись китайцами, конечно. Сейчас снова здорово Дмитрий действует. И при том вторым ходом через блок, через подставку даже перекрутку не стал выходить. Очень грамотно сейчас сыграл, неудобно. Возможно, в данной ситуации это выход вот такими неудобными элементами соперника ловить в косы и диагонали. Пока, конечно, невнятное начало такое. Много ошибок. Да, много ошибок. Не видно стратегии, настроенную игру. Вот какая тактика будет у Дмитрия на этот матч. Ошибается. Ну да, эту партию уже не спасти, увы. Такое ощущение, что спешит. Вот спешка какая-то. Вот сейчас здорово. Возможно, через паузу как-то более раскрепощенно, что ли, попробовать поиграть. Вот потому как немножко Дима вот подзажат сейчас в начале. Ну, хотя не начало, уже 10-4. Быстро пролетела партия. Он ошибался много. Мне кажется, что слишком большое желание. Вот от переизбытка эмоций, от ощущения вот этой значимости, что он должен спасти весь старый свет. Конечно, конечно. На европейских спортсменов, вот я с точностью могу сказать, что это очень сильно давит. Потому как вот сейчас, если по окончанию этого Кубка мира, допустим, вот если предположить, Сюсин победит, опять все таблоиды напишут, мол, китайскую машину не сломить пока. Итак, первый сет остается за Сюсинем. 11-5. Заканчивается перерыв между партиями. Сюсин впереди в полуфинале с Дмитрием Овчаровым со счетом 1-0. Первый сет он уверенно выиграл 11-5 и уже готов выполнить подачу. Думаю, для Димы сейчас основным моментом в этой партии даже не тактика ведения игры очень важна, а ему важно сейчас немного раскрепоститься, потому как хочет прыгнуть выше головы. Вот такое ощущение как-то сыграть выше своих возможностей, сыграть в два раза мощнее и неудобнее. Конечно, он старается навязать свою атаку, навязать борьбу, но, возможно, нужно сыграть сейчас в свою силу. Понадежнее просто. Войти в розыгрыш хотя бы, чтобы почувствовать игру. Наошибался в предыдущей партии очень много. Но все равно как-то инициативу-то неожиданно отдал. Хорошо, что так все закончилось. Да, сетка сейчас подыграла Диме немного, вот так выскочил мяч высоко, но там всю Синь в любой момент был готов просто перекрутить на отмышь. Знаешь, что еще бросается в глаза? Может быть, показалось. Он не знает, где ждать мяч. Вот смотри, сейчас будет момент. Хоп. То есть он практически на прямых ногах все время встречает. Он не в позиции находится. Возможно, да, конечно. Ему все время неудобно. Да, есть такой момент. И китайцы, они темы сильны, что настолько хорошо, ну, как говорят в настольной теннисе, видят стол, да, вот играет. Играют туда, где соперника, в общем-то, нет. Или играют куда-то под локоть, в корпус, где, ну, неудобно абсолютно сыграть с мячом. Поэтому, возможно, Дима вот со своим ростом сейчас, с длинными руками, ногами, просто не успевает как-то вот удобно развернуться к мячу. Хорош. Там повезло чуть-чуть, но везет тому, кто везет. 4-2. Хорошее преимущество. Ну, и две своих подачки теперь нужно максимально использовать. Пока заметил, что в предыдущей партии, в начале этой партии, Дима не рискует. Не подает длинные подачи, какие-то... Все в основном через нижнее вращение. И сейчас даже вынудил своего соперника на атаку. Суть, и как-то вот неожиданно ошибся для меня. Вообще, в принципе, китайские спортсмены, они первым ходом не ошибаются. Но опять-таки, тоже сказывается напряжение. Он тоже человек, не железный все-таки. Все миллионные подписчики на него смотрят сейчас. Ну, вот как сейчас поведет себя Сюсинь в концовке партии. 6-2 он проигрывает. И мы уже не раз говорили, что под таким давлением им играть не нравится. А как, вот может вот в таком стиле понадежнее, если в предыдущих розыгрышах он как-то полез на атаку, то сейчас, возможно, будет вынуждать Диму это делать, будет вынуждать его ошибаться. Уже минус прием подачи и преимущество тает потихоньку. Вот, мне кажется, Сюсинь сейчас быстро перестроится. Потому как такой разрыв в 4 очка уже опасен для китайского спортсмена. Поэтому, полагаю, он сейчас будет как-то понадежнее играть. Там тоже немного повезло сейчас сетку зацепить мяч. Ну, так, через короткую игру, своя атака. Не стал он форсировать, не лезет с первых мячей. И поэтому, возможно, сейчас перестроится, и это преимущество быстро растает. Диме надо, может, сейчас, вот именно в этот момент рискнуть какую-нибудь длинную подачу. А он сейчас не прошла. И слишком удобно. 6-6. Вот и растаяло все преимущество. Быстро абсолютно. Даже глазом не успели моргнуть. 4 очка. Он не то, что с трудом. Он их так зарабатывал. С потом и кровью. А растерял буквально в одно мгновение. А вот здесь чего больше, как думаешь? Сюсинь включил какую-то еще повышенную передачу? Или у Овчарова получаться перестал? А вот в данной ситуации я бы сказала, что Сюсинь наоборот эту повышенную передачу выключил. Он начал играть понадежнее. Если он до этого распулял, махал со всей силы и ошибался, то сейчас он более надежные подачи подает. Играет через короткую игру, надежный топ-спин. Вот сейчас снова отдает инициативу. Свои топ-спины просто в два угла растащил соперника. И они не убийственные, да? Они не убийственные абсолютно. Они по скорости летят обычно. Но вот именно здорово играет по месту. Раз, два. Все, двумя топ-спинами ограничился. И как бы шесть мячей уже подряд. Как здорово встретил, да? На скорости. В диагональ слева. Сколько? Семь очков? Да. Крайне собрано сейчас играет Сюсинь. Он понял, что абсолютно не нужна сейчас вот эта вот красивая, эффектная игра. Там супер мощные топ-спины. Просто надежно сейчас возвращает на стол. Но тут Дима очень хорошо, неудобно провел свою атаку, завершение. Но все равно явно чувствует себя не в своей тарелке. Да. Все равно зажат. Тем более концовка партии на подаче Сюсинь. Возможно, тоже сейчас что-нибудь придумает, рискнет. Нет. Продолжает играть через короткую игру. Далее прием. Ох, хорош. Тут здорово, да. Тут здорово. Ну вот это то задание, которое он должен был исполнять. Вот этот рисунок должен прослеживаться у него все время. В общем-то да, вот это Димина игра. Ему надо, ну если не в средней зоне, так вот в шаге, в полушаге от стола. И тоже играть по направлению сопернику. Иначе Сюсинь просто будет ему надежно кидать топ-спину в ту сторону, а Дима будет ошибаться. Ну вот как сейчас. Он отбежал слишком далеко. А Сюсинь не форсирует первым ходом играть надежно в стол. Да и отдал мяч слишком пассивно. Да. Высоковато он подлетел. А на приеме Дима даже не то что в сетку попал, он попал в свою половину. Там мяч-то до него, в общем-то, не долетел. Да. Обидно. С 6-2. Залип на 8-11. И 0-2 по парте. Сейчас получают указания от своих наставников. Тенесисты. Мы видим, что секундирует Овчарова, как и накануне, помощник Йорга Росфофа. Один из китайских специалистов, давно уже работающий в этой стране, Джу Сяо Юн. И, по-моему, если мне не изменяет память, при Рихарде Праузе, Праузе 5-6 лет назад где-то это было, он вообще чуть ли не физиотерапевтом был. Ну, понятно, какой уровень даже любого физиотерапевта в Китае, который хоть раз брал в руки ракетку. Вот снукер, да, комментирует Вадим Борисович Синицын параллельно с нами. Там тоже турнир, по-моему, в Китае проходит. Он рассказывал историю, что на турнир в Англию приехали они, китайские снукеристы. Начинается третья партия. Дима Овчаров на подаче. Так вот, про ту историю снукерную. Какой там парень самый у них продвинутый в снукере. Как его зовут-то? Молоденький такой. У него там фанатов уже целый ворох. Не только за пределами Китая, но и в нашей стране даже. Сейчас забыл, вылетело просто из головы. Короче, они там где-то играли рядом с залом, где теннисисты тренировались. И снукеристы свою сессию закончили. И что-то там как-то они пересеклись. И тот говорит, дайте-ка я с вами погоняю. А ребята там, Питчфорд, все вот эти, которые играют сейчас за сборную Англии. Короче, снукерист их всех прибрал. Вот, ну это так, к слову, каким может быть физиотерапевт сборной Германии Джу Сяо Юн? Да, и к слову, сколько Владимир Борисович знает интересных историй. Ну да. Тем временем тут Дима немножко разбегался. Уже более такое внятное ведение атаки. Сейчас у него рискует уже сразу спадать. Атакует, понимает, что нужно выбираться из этого болота, в которое втянул его Сюсинь. Я имею в виду, вот, первые два хода в короткой игре. Потому как, если отдавать пассивно на Сюсиня через короткую игру, подрезкать длинную, уже потом идет атака со стороны китайского спортсмена, который он, в общем-то, может не так мощно, но по месту играет здорово. Но Диме сейчас нужно выбираться. Мне кажется, подрезка вообще не вариант. Нужно выбираться из этой короткой игры. Возможно, пробовать сейчас длинные подачи. Почему нет? Потому как с Танпеном он после длинной подачи очень хорошо успевал, когда на него атаковали. И розыгрыш был хороший. Вот, сейчас здорово. Вращение менять. Как-то вот, чтобы соперник тоже включал мозги, задумывался о том, какая подача может прилететь в любой момент. Ну да, чувствовал давление постоянное. Тут, конечно, есть одна проблема. Танпен все-таки ракетку не пером держит. Это, конечно, тут специфика совершенно другая. Тут посчитали, кстати, журналисты, что Кубок Мира с 80-го года проводится, да? И вот с тех пор победа 10 раз доставалась ребятам, которые вот так же держат ракетку, как Сюсинь. То есть, в третий случай. Раньше игра пером была односторонней. Сейчас вот я наблюдаю, что играют и справа, и слева, кисть выворачивают. Да, совсем другое направление. Да, я вот возьму ракетку, я не смогу так кисть вывернуть. Правда, вот такая нужна или физиология, или растяжка, как они работают над этим. Вот сейчас слева, как здорово, да, обратной стороной. Прям кистевое движение. А раньше китайцы, вот у них это была сторона более слабая. Ну, в принципе, там ощущение совсем другое. Ну, понятно, что, наверное, каждый из нас на тренировках там пытался, гонял пером. Вот лично я пробовал левую сторону, там мяч вообще не чувствуешь. То есть, как ее нужно повернуть, кисть, для того, чтобы попасть на ту сторону и попасть хорошо, надежно. Тут даже остается только догадываться, как вот Сюсинь, Малинь, Ванхао, как они все это организуют у себя. Да, вот это, конечно, огромное количество тренировочных часов, наработанных, чтобы такой топ-спид с левым мощный, обратной стороной, чтобы кисть так работала. Это, безусловно, такая очень полезная особенность техники. И китайцы, они всегда совершенствуются в этих вопросах, что-то придумывают постоянно. Опять уплывает инициатива из рук Авчарова. Да. Хорошая партия, такая, наверное, самая зрелищная из всех. Опять начинает ошибаться. Может быть, нужно было тайм-аут чуть пораньше взять. 6-6. Тоже такая подача хитрая. И вроде вылетает, и вроде неудобно. А послал подачу без вращения. Она мне вот показалась плоской была совершенно. Не вылетающий, атаковать неудобно. Оставишь коротко, вылетит, естественно, над сеткой. Вот провоцирует немного соперника своего и готовится атаковать. Димас берет свою подачу в ответ. Вот, давай-давай, разговаривай, улыбайся. Это хорошо. Это все называется нервы. И это значит, что Сюсинь чувствует давление. Это ему еще ребенок. Да, там ребенок маленький, что-то говорит. Вот. Здорово, здорово. Здорово. Растащил сейчас топ спином слева таким. Косую диагональ. Вот как кисть заворачивается, да? Ух, прям. Обалдеть. На сколько градусов-то я даже не посчитал. Там по спирали прям рука завернулась. Да, это надо уметь. Европейской хваткой, наверное, так не завернешь. А тут перо. Дим, перекрути. Нельзя пассивно так. Нужно было вот хотя бы рискнуть, наверное, топ спин сделать. Ну, он искал, наверное, удобный все-таки мяч для того, чтобы зайти. Да, вот, наверное, быстрее, значит, ногами выходить и сткать удобную позицию. Но... Может, сейчас тайм-аут? С речками не закидаешь. Нет, 8-7 пока. Пока терпит Дима. Думаю, сейчас вот если поплывет в концовочке, это, конечно, будет самое время для тайм-аута. Потому что при 0-3 уже спасать будет очень тяжело что-то. Да. Расстрелял сейчас Сюсинева. Как здорово, легко двигается Сюсинь, да, все справа. Я вот работы ног практически вот не замечаю. Так легко все. Три топ спины справа, все перекрыл рукой, весь стол перекрыл таким рычагом мощным. И ноги выходят классно. Сейчас подзатянул немножко. Дима уже был готов подавать. Все, это такие уловки. Он сам на свою уловку попался сейчас. Вот Диме нужно что-то на подаче сейчас придумать. Какая подача такая, чтобы меня могла поставить в тупик. Всем своим видом показывал Сюсинь. Я же король, я же принимал их всегда. О, два сетбола заработал Дима. Заметит, две одинаковых совершенно подачи сейчас Овчаров подал. Абсолютно уверенно. И Сюсинь с ними не справился. Одну вообще мимо. Вторую принял так высоко, что Овчаров махнул по мячу, даже не глядя, в общем-то. И преимущество хорошее, 8-10. Ну давай, можно сейчас рискнуть, я думаю. Ой, в свою половину. А, в свою? Я думал, на выигрыш там пульнул. Ну, слава богу. 2-1, тем интереснее. Вся борьба впереди. Возвращаемся на Кубок Мира в Бельгию. Сейчас самая борьба в разгаре. Дмитрий Овчаров после, ну, казалось бы, двух таких невнятных партий смог навязать борьбу. И в третьей партии победил со счетом 11-8. Довольно уверенно провел концовку. В партии взял свои две подачи. При важном счете 8-8 повел 10-8. И там Сюси немного растерялся, даже сыграв не то, что застол свою половину, в общем-то, после атаки Дмитрия Овчарова. И интрига в этом матче еще сохраняется. Пока впереди 2-1 китайский спортсмен. Подает в начале этой партии. Дима очень хорошо атакует. Видно, что настрой у него очень такой боевой. Отличается от того, что мы видели в предыдущих партиях. Я думаю, что немного кураж сейчас словит Дима. Будем наблюдать за этим. И здорово сейчас успевает. За каждым мячом немного везет Диме сейчас. Но разбегался. Такое ощущение, что разбегался. И, возможно, даже это тоже один из вариантов не уходить в перекрутку. А просто постоять на блоке, чтобы Сюсинь тоже побегал устал. Почему бы и нет. Как говорится, на войне, как на войне. Все методы хороши. Нужно попробовать все. При том, что Дима сейчас в роли догоняющего. 1-2 по сетам. И, в общем-то, ему нужно будет приложить очень много усилий, чтобы догнать своего соперника. Сейчас хорошее преимущество 3-0. Опаздывает Дима сейчас немного опаздывает. Сюсинь играл, так сказать, в наглую. Ему прямо в корпус. Сейчас неудобно. В центр стола. И Дима там ногами не успел развернуться. А так как у Димы еще такой рост довольно-таки высокий, попробуй еще успей развернись. Тут работа ног должна быть колоссальной. И пропускает. Атаку сейчас не успевает опять поставить блок. Тут Диме надо работать на все. Не то, что 100-200%. Потому как по скорости нужно успевать обязательно. По крайней мере, первые два мяча уж в приеме точно. Тут уже Сюсинь повезло. Мяч цепляет в сетку. И снова преимущество как не бывало. Ну, вот такие качели. Прям пачками выигрывают. Вот очки соперники. Три очка один, три очка другой. И снова борьба в начале партии. Три-три. Сейчас посмотрим, что Дима будет придумывать снова на подаче. Дайте быстро к Снукеру вернуть. Сейчас Владимир Борисовича проконсультировался. Дин Джунху, конечно же, это был. Тот самый Снукерист, который обыграл едва ли не всю сборную Англии по настольному теннису. Дина просто живет, оказывается, в Англии. И вот там каким-то образом пересекся. Здорово. И вот он тайм-аут. В общем-то, возможно, да, оправданный в данной ситуации. Четыре мяча подряд Дмитрий проигрывает. Вот, казалось бы, такое резвое начало партии. И вот уже видим преимущество потеряное. Что сейчас ему подскажет тренер? Вот, неинтересно, будет ли менять что-то в тактике Дима? Потому как вроде опять наблюдаем, что зашел вот в это вот болото через короткую игру. Сюсинь его все-таки затягивает периодически. И потом Сюсинь очень хорошо выбирается из короткой игры. А Дима вот как-то не очень. Интересно, да, вообще такая картина. Китайский тренер. И Дмитрий Овчаров, уроженец еще Советского Союза, Киева. Работающий во благо Германии сейчас. Ну, естественно, они уже давно живут в этой стране. Хорошо изъясняются на немецком языке. Их общение происходит на нем. Вот в других командах, где есть китайские тренеры. И выходцы из Китая в голландской сборной, женской Австрии. Вот там происходит общение на китайском. Они не стесняются. Для меня это как-то уже картина довольно привычная. Китайские тренеры в европейских странах. Поэтому я насмотрелась на это ничего удивительного совершенно. А ты имеешь в виду женский? Да и женский, мужской. Я, в общем-то, постоянно наблюдаю каких-то тренеров, спаррингов. Вот очень модно спарринга с собой возить. Хочешь пировик, хочешь с шипами, хочешь защитник. Там таких штампуют, как на фабрике. И просто вот ездит, разминает европейских спортсменов. Что тоже очень полезно. В общем-то, практикуется очень широко в европейском настольном теннисе. Ну так ребята в Китае тоже деньги зарабатывают, получается? Да, конечно. Безусловно. Там, ну, может, конечно, грубовато выражусь, но целый рынок такой по поставке спаррингов. Ну да, понятно, что при таком уровне конкуренции перенасыщение спортсменов очень высокого уровня. И нередки случаи, когда, допустим, на универсиаде приезжает человек без мирового рейтинга и выигрывает турнир. Да, совершенно верно. А тем временем Дима 7-4 повел. Сменил подачу. Стал тоже понадежнее играть немного. После таймаута уже выиграл 4 мяча подряд. Хорошо, сейчас здорово оставил. Очень коротко. Мне кажется, он в последний момент руку именно оставил слева. И там вернулось вращение. Очень неприятная Сюсиня. Вот смотрите еще раз. Совершенно верно. Боковушка такая полетела. Хорошенькая. Как таймаут на пользу пошел. Возможно, сейчас таймаут спасет эту партию. Тогда интрига еще более накалится в этом матче, если будет 2-2. Ох, как здорово. Давай, давай. Вот сейчас на кураже, вот сейчас на этих эмоциях нужно, конечно, додавливать в этой партии и пытаться переламывать в дальнейшем. Нет, настроение у Димы совершенно другое. Вообще приятно смотреть. Даже вроде казалось, на таймаут уже уходил обреченно. Начало партии хорошо, а сейчас после таймаута... Ну вот... Не взрываться только. Ну да. Думать, думать постоянно. В любом случае, бороться нужно до конца. Дожимать эту партию, потому как для Сюсини 9-5 не счет, в общем-то. Пораженческих настроений у него тоже нет. Будет цепляться за каждый мяч. Ай-яй-яй-яй. Ну, дальше нужно продолжение. Немного халатно подошел к этому моменту Дима. Красиво вышел, эффектно, здорово, но... Недостаточно было для того, чтобы у китайского спортсмена выиграть этот розыгрыш в один ход. Реакция какова, да, и работа ног. Сюсин, конечно, поразительно, очень мягко двигается. Патрик Баума, я заметила там на трибунах, тоже болеет за Диму. Да, не задрожать бы сейчас. Ну ладно, две подачи. Хотя... А, чужие две подачи сейчас будут. Я думал, что сейчас Дима... Сейчас как раз все сильно подачи. Ну, Дима, наверное, не из тех спортсменов, кто дрожит. Он, наоборот, сейчас излишне может напрячься. Что сейчас предпримет. Рискнул. Рискнул. Не оправдался риск. Ну, шнурки, что ли, перевязать что-то... 9-4 было? Да. После тайм-аута такой хороший всплеск и в настроении, и в игре, и такие очень уверенные розыгрыши. И опять вот качели в другую сторону. О! Фу, помог. Что там, соскочил? Соскочил. Мокрый или мяч помешал. Мы тут читали, да, в интервью Тима Бола, что какие-то были претензии к мячам, к их качеству. До начала четвертьфиналов, видимо, о групповом этапе речь шла. Но тут уже две, как я говорю, две-три партии позади. Понятно, что вряд ли вдруг появились эти проблемы с мячом у Сюсиня. Нет, там явно Дима сделал такой элемент, очень хитрый, с вращением. Просто мяч до Сюсиня не долетел. Замахнулся широко, а мяч упал раньше, чем нужно было. 2-2. Клицовка, да. Уверенно сыграл Дима. Все интересное вот сейчас только начинается. Молодец. Честно говоря, были опасения за исход этого противостояния, применительно к спортсмену из Европы. Точнее, даже не за исход. Понятно, что Сюсинь по-прежнему остается фаворитом этого противостояния. Все предполагали, что матч будет быстрый. Вот что имею в виду. В 4, максимум в 5 сетов. А по факту выходит, что действительно сейчас все только начинается. Вот почему я, в принципе, не люблю прогнозы в настольном теннисе. Вообще не угадать, не предугадать. Даже если когда вот абсолютная победа статистики над спортсменом. И все равно бывают такие ситуации, ну, как хотите, там, звезды сошлись, настроение, везение. Не знаю, как объяснить, но все может повернуться в любой момент вообще в другую сторону. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, это и есть вот великая игра на настольный теннис, где ничего невозможно предугадать. И как будет складываться этот матч в дальнейшем, вот вообще даже сложно подумать. С каким настроением Сюсинь сейчас будет выходить на эту партию? Все-таки уверенно так начал. 2-0. Вроде сейчас доставал, много сил потратил, да, на преодоление вот этого преимущества, который, которая Дима зарабатывала. И много сил сейчас потратил Сюсинь в предыдущем сете. Ну, сейчас он с первого очка будет рвать и метать просто. Получил пистон от своего тренера. Другой настрой. Сейчас Диме надо постараться... Удержать, удержать только его. Удержать и без простых ошибок. Вот первым ходом постараться практически не ошибаться. Я понимаю, что это, конечно, колоссально сложно. Будет вынуждать Сюсинь его ошибаться. Ну, вот здорово. Сейчас из короткой игры здорово выходит. Подтащил своего соперника к сетке, Дима. И тут незамедлительная атака. Все, сейчас битва характеров уже начинается. Уже оба с голосом играют. С таким настроем очень боевым. Вот сейчас, мне кажется, самое интересное прям начнется. Самая интрига начинается с еще два. Здорово оставил опять. Здорово оставил. Как здорово сейчас разгадал замысел, да, Сюсинь. Как здорово успел Дима. Конечно, рукой там воткнулся в последний момент к мячу. Но этого было достаточно, чтобы мяч так стремительно в диагональ полетел. Да, возможно, надо разгадывать вот сейчас какие-то наигранные схемы, да, китайские. Они у них есть там пару стандартных таких. Они после подачи тоже знают, что делать. Но иногда можно угадать, что сейчас. Дима попадает, да, цепляет мяч, стол. Согласится? Попадает, да. Да, кивает, действительно, там был, наверное, явный мяч нам с этой стороны. Да, здесь вот видно хорошо, хотя... Хотя упал как-то очень быстро. Хотя упал так... Да, смотри, там кромку еле-еле зацепил. Ну вот, может быть, и этот момент еще должен придать ему уверенности. Давай, давай, давай. А тут уже все. Тут удача, тут ошибки. И все должно вот сложиться воедино. И, возможно, вот сейчас будет переломный момент. Ну и кураж, кураж. Нет, настроение, конечно, видно еще... Очень многое зависит, безусловно. Тайм-аут. Тайм-аут Сюсинь. Тоже, в общем-то, оправданный. Хотя я бы на его месте еще при 1-4. А я думаю, что даже не он брал, а тренер ему приказал. И вот идет очень жесткое внушение. Понятно, что там приказывает тренер. Я вот среди китайских спортсменов не видела, чтобы спортсмен сам тренеру показывал. Зови меня на тайм-аут. Всегда командует там тренер. Хотя мы видели в предыдущей партии, как он преимущество в 5 очков практически тоже мгновенно сократил. И, возможно, после тайм-аута сейчас остановится, подумает, выдохнет. Диме вот сейчас вот какое бы важное очко сейчас было бы, если бы Дим повел 6-1. Тогда уже преимущество в 5 мячей. Совсем было бы удобно, здорово. Сейчас, наверное, для любителей настольного тенниса такой кадр, когда показывают инвентарь теннисистов. Ключевой кадр, все на стоп-кадр на паузу нажимают себе, если записывают, и пытаются рассмотреть. Да, мне после эфиров очень много задают вопросов. Золотые накладки, победные доски. Что, чем, как клей. Ох, как провально сейчас Сесиль произвел атаку под стол, можно сказать. Провалился. 1-6 на подачу китайского спортсмена. Очень коротко хотел. Сейчас еще подачу не подать будет вообще. Ай! Не хватило сейчас немножко кистевого движения. Вот рывочек как-то порезче. Вот дать траекторию над сеточкой. Дима действует правильно. Конечно, надо с подачи атаковать. О! Здорово. Из короткой игры уже атака. Паник немного Сусиль. Смотрит в пол. Уже не поднимая глаза ни на соперника, ни на зрителей. По сторонам совершенно не глядит. Даже на тренера не глядит. Дима меняет подачу. Снова атака. Здорово. Ловит его на смене вращения на подачу Дима. Казалось бы, можно было атаковать с этой подачи. В общем-то. И даже попробовать скидкой. Потому как вот так вот пассивно отдавать в середину стола для Сусиль совершенно как-то не свойственно. Ой, здорово. Красавец какой. Оставь его на два. Давай, давай, давай. Вот сейчас всем своим видом Сусиль показывает, что он просто не ожидал, что так может, что так может Дмитрий Овчаров отвечать. Тут даже судьи свои эмоции включают. Вот мальчик на боковом счетчике. Хотя, конечно, они свои эмоции должны придерживать. Ну, тут никто, наверное, не стержался. Все вот так вот глаза округлили. Потому что действительно такой фантастический мяч разыгран. Да, Дима может, может сейчас переломить ход матча в свою пользу. Хватило бы сил на концовку. Вот в чем вопрос. Снова подача правой стороной. Да, немного пропустил за спину ногами, не вышел. Надо было немного пошире зайти там на заход. И уже по прямой вращать так, либо пан, либо пропал. Тут средних топ-спинов не должно быть. Снова меняет подачу. Короткой игре. Да, неожиданно. Ну, теперь понятно, чем все-таки хотел взять Овчаров своего соперника. И пока у него это получается. Неожиданными ходами, которыми вот начал сыпать в последних двух партиях Овчаров. И просто не ожидает каких-то моментов от него Сюсинь. И вот как такой знаковый элемент от отчаяния, что ли, уже. Просто махнул очень далеко от стола Сюсинь. И 3-2. Овчаров впереди. Отыгрывается с 0-2, напомним. Ну вот сейчас специально посмотрел всю статистику по поводу европейских финалов на Кубке мира. Четырежды такие финалы игрались. Впервые в 83-м году. И тогда вообще весь подиум был шведским. Аппельгрен, Вальднар, Линд. Ой, какие фамилии. Такие золотые времена, да? Ой. Люди, на которых все мы молились. 91-й год. Йорген Персон, Жан-Филипп Гатьен, Яну и Вальднар. Тоже здорово. Есть кем насладиться. 94-й год. Гатьен, Сейв, Приморец. И последний раз. 99-й год, когда Владимир Самсонов обыграл в финале Вернера Шлагера. Выиграл свой первый Кубок мира в карьере. И Зоран Приморец тогда замкнул пьедестал почета. В последний раз европейский теннисист побеждал в 2009 году. И это опять же был Владимир Самсонов. Как здорово сейчас. Вот прозвучали такие фамилии. Прям тепло на душе стало. Так вот прям ностальжи. Трибуны, безусловно, поддерживают Дмитрия Овчарова. Мы слышим, как раздаются. Оживились тоже заметно трибуны. Раздаются, да. Кричалки «Дима, Дима». Настроение его Овчарова совершенно другое. И трибуны сейчас совершенно другие. Настроение, конечно, поддерживают его. Очень здорово. На Сюсине это, безусловно, думаю, тоже давит. Перекрутить, да. Правильно. Ногами не дошел. Но действовал правильно. Потому как пассивные свечки, откидки уже не пройдут никак. Он это понял, вот буквально, наверное, за один розыгрыш, да, когда там Сюсине уверенно завершал с высоких мячей. Поэтому в любой ситуации нужно делать топ-спит, перекручивать. Тоже правильно действовал. Ногами не успевает. Сюсинь максимально включает свою сильнейшую сторону. Тут он даже не стесняется очень глубоко заходить под право, чтобы попытаться один максимум в два хода взять розыгрыш. А все уже прижат он к стенке. Все-таки 2-3 счет по партиям. Что еще остается делать? Включаться нам в максимум, просто бегать все справа. Ну, руководство явно не погладит его по головке, если он здесь не оправдает такое доверие после отказа Джан Дзике. Понятно, что именно он должен был отстаивать честь Поднебесной. Тут по возвращении ему могут сказать, знаешь, парень, извини, но ты, в общем-то, звание первой ракетки мира точно не достоин. Сейчас он второй в текущей классификации. Да и так ты с местом в сборной можешь вскоре даже распрощаться. Бывали такие случаи, когда наказание было очень жестоким. Ну, по крайней мере, на роль лидера точно не тянешь. Вот все это сейчас наверняка в голове крутится у Сюсини. А если вдруг, вот сейчас представим такой момент, Дима попадает в финал, вот после этого Кубка мира европейские спортсмены, вот прекратится вот эта дружба с китайскими спортсменами. Мы только вчера смотрели там в интернет-порталах всякие дружественные фотографии. Кто-то у кого-то дома. Ну да, имеется в виду приезд немцев в китайскую суперлигу, когда там Овчаров и Бол играли летом. И Овчаров гостил у главного тренера Люгу Аляна. Тима Бол играл с Сюсиним в бильярд, в снукер. Вот-вот. Да. Интересно, правда. И будут ли их в дальнейшем приглашать вообще в Китай? Или снова запрутся на сборы и будут там отрабатывать? С другой стороны, наверное, так по-честному, если Китаю даже выгодно, с одной стороны, проиграть этот титул на фоне того, что они выигрывают все Олимпиады и Чемпионаты мира последние, так вроде подпустить и возродить интригу, это выгодно для Поднебесной. Но это все такая большая политика, в которую мы не собираемся углубляться, а будем наслаждаться дальше. Люблю я, да, эту политику в спорте, если уж Китай в каких-то моментах проигрывает, как вот мы, помните, смотрели Чемпионат мира в Берси, когда китайцы там уступили в парах и все говорили, вот дали другим поиграть. Вот если непременно китайцы проигрывают где-то медаль, это значит, что они дали поиграть. Ну да, обоснование такое всегда. Якобы мы слабым уступили. Другие достойны не меньше, по крайней мере, тренируются все, пашут, все выигрывают, хотят все. И если уж случаются такие моменты, когда китайцы проигрывают, то радостно за других спортсменов, не спорю. Потому как надо разбавлять немного эти китайские победы другими спортсменами. Ох, блестящий Дима. Давай, 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 давай. Молодец. Молодец. Как дожимает, слева среагировал очень быстро, перекрутку мощнейшую выходит, доигрывает атаку завершать. Просто блестяще. Ну вот сейчас, мне кажется, он полностью раскрепостился уже. Такие движения не то чтобы плавные, но очень выверенные, четкие и ровные. То есть рука явно не дрожит. Да, абсолютно с предыдущими партиями. Ну, с первыми двумя. Первые две, я имею в виду, конечно. Сейчас уже заметно напрягся Сюсинь. Я думаю, что Дима это тоже понимает прекрасно. Ему это должно руки развязать сейчас. Ох. Как же он вырос, конечно, с точки зрения психологии. Вот его все время называли молодой да ранний юниор, который вот-вот скоро, скоро, скоро начнет поджимать. А он уже, по сути, давно начал китайцев предупреждать о том, что скоро с ним придется считаться. Сейчас он шестой в рейтинге и вот в данный момент уже он становится фаворитом этого противостояния полуфинального. Свою подачу как было бы сейчас очень хорошо отыграть. Ну, доигрывать. Не доигрывать. Здорово задумал подачу, так здорово атаковал и снова не готов к продолжению. Опять он повелся вот на свою же вот эту вот атаку мощную, как будто вот не ждет вот каждый раз. Китайский спортсмен его в этих случаях наказывает каждый раз. Очень важный момент сейчас. Ой, пропустил. Пропустил ход-то почему? Засуетился, там как-то ногами засеменил, затоптался прям, да, и совершенно вот это не нужно было сейчас, конечно, две свои подачи. Так здорово разыгрывал первую подачу, вот, если ожидал продолжения атаки, конечно, а тут прям такой удобный мяч не отыграть. Ну, ничего, равный счет, в общем-то, тоже ни о чем пока не говорит. Все правильно делал. Правильно делал, и как тактически правильно сыграл Сусинь сейчас, просто наткнул своего соперника на мяч. Не стал куда-то растаскивать в другой угол, сыграл прям в него. Дима опять со своим ростом даже вот корпус убрать не успел. Над столом как висел после подачи, так и продолжал висеть. Ну, как-то четыре последних очка сыграл очень неуверенно вчера. Опять-таки, ни с того ни с сего, да, преимущество 6-4. Да, и стал опять зажиматься. То ли поверил раньше времени, что можно обыграть этого монстра. Рот не поверил. Да. Что происходит сейчас в голове у спортсменов, тут только догадываться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, как близко было. Уже 6-9. Пять очков подряд проиграл. И подачу перестал менять. Вот сейчас слева, слева, слева все подачи. Чуть-чуть смягчил и не ожидал этого Сюсинь. До него мяч не долетел опять. Включать голову, голову. В каждом розыгрыше. Да, как размахнулся прям Сюсинь. Мил мяч, а столько сил и воздух. Да, сейчас Диме будет тяжело. Концовка партии подает соперник. Но Сюсинь пока на подачу особо ничего такого не выдумывает. Это все неудобно прилетало. Хотел, конечно, он обострить и поймать соперника. Перевод нужен был, безусловно. Но настолько Диме было неудобно. Он тут развернуться никак не успевал. Ну да, отдаем должное Сюсиню. Тот сделал очень правильно все. Хорош! Прием отличный, да? Как с мячом поработал. Дима пропилил его, прорезал прям мяч. Тут быстро от стола отскочил. Так же быстро упал. На тренера так оглянулся, обидевшись, дескать, как это он так сумел? Я ж под такие подачи по сто штук подавал. На спаррингах никто их не принимал или принимал удобно. Дима меняет подачу в концовке. Посмотрим, принесет ли ему это успех. Хорош! Здорово! Знал, что подать. Знал, что последует после подачи. И отлично разыграл по месту. Тоже сыграл Дима сейчас. Ну-ка, давай что-нибудь совсем неожиданное в концовке. Топорик какой-нибудь включить. Он практически перестал их подавать, да? Вот эти детские подачи свои. Да, да, да. Топоры пропали. Ой, длинно. Ай! Ай! А было близко. Близко было очень. 3-3. Интересный матч. В принципе, мы ждали нечто подобного, но только в мечтах, наверное. Надеялись, что в концовке будет 3-3 и решающий сет. Ну, все равно, Авчаров молодец. Концовку играл хорошо. Вот две свои подачи, правильно разыгрывал. Но, к сожалению, схватился вот уже за эту партию поздно. Потеряно было преимущество. Нужно было дожимать. Сейчас седьмой партии вообще не предсказано. Много раз обсуждали с Владимиром Санычем Воробьевым игру Авчарова. И пытались, ну, то есть я для себя пытался понять, в чем же он так хорош. Он вроде бы не очень правильный с точки зрения техники. Ну, если его сравнивать с тем же там Самсоновым. Какие-то подачи, кургузы. Там передвижение возле стола не очень тоже рациональное. На что Воробьев всегда отвечал. Светлая голова Димы всегда помогала ему побеждать. Вот очень надеемся, что в этой решающей партии интеллект его тоже поможет ему. Да, абсолютно верные слова. И Владимиру Санычу мы будем вспоминать очень часто. Много он правильных вещей говорил про спортсменов, которых мы сегодня будем смотреть. В том числе и Владимир Самсонов у нас далее будет. Сейчас посмотрим, как он будет справляться. Здорово. Давай, давай, с первого очка. Здорово. Как растащил по столу. Там Исюсин, я не скажу, что пассивно отыграл. Вот как-то завалился. Как бы на заход. Но вроде так мощный мяч полетел. Дима встретил просто с лета. Очень здорово сейчас было. Выскочила подачка. Да, подскочила. Нисколько по длине, а по высоте. Она была, конечно, высоковата подача. Сейчас посмотрим, Сюсин изменит что-то в своих подачах или нет. Ну, как-то я тоже не наблюдаю у него особого разнообразия. Длинных подач не видели, да, за шесть партий. Как-то не помню я таких моментов. Сейчас было похоже на какую-то придумку, но мяч зацепил сетку. Подача не прошла. Попадать надо было сейчас. Тоже подача такая выскакивающая была. По высоте подлетела. А Дима низковато кисть держал, поэтому ошибся. Чуть-чуть повыше и мяч полетел бы в стол. Все время руку надо держать на готове, чтобы атаковать. Ну. Вспевай, успевай. Ну, 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 ну. В позиции должен быть ты все время. Три очка подряд проиграл. Очень тяжело вот таким спортсменам, высокорослым это касается. Дима, Чарова и Владимира Самсонова. Если их выбивают из позиции, да, вот как сейчас вот в данной ситуации, им очень тяжело возвращаться назад. В исходную позицию, потому как руки-ноги длинные. Попробуй их стащи потом опять воедино. 4-1. Вот сейчас бы Таймау пригодился бы. Ну, тогда он тоже очень хорошо пригодился. К сожалению, у Таймау всего лишь один. Все, все, вгрызается в каждый мяч. Да. 5. Ну, сейчас переход. Надо подумать, хорошенько нарисовать себе план дальнейший. Тут в очень тяжелой ситуации оказывается немец. Сюсинь прям в сторону соперника кричит. Да, да, все в стиле китайской сборной. А, еще к полотенцу как раз 5-1. Да, можно немножко подзатянуть, подышать, подумать. Прием подачи сейчас очень важно. От этого зависит дальнейшее развитие атаки. Нет, ну, как-то встал, такое ощущение, не готов к продолжению. И вроде Сюсинь делает все то же самое. Подача, топ-спин. Но Дима как-то вот встает на пятки. И все, дальше продолжения розыгрыша нет совершенно. Ошибка. Семь очков подряд. Первое только выиграл в этой партии. Сейчас проклинает, наверное, себя за концовку сета предыдущего овчаров. Очень была близка победа. Да, психологически это на него, конечно, тоже очень давит. Но в чем парадокс китайских спортсменов в нужный момент? Откуда-то черпают силы, да? Откуда-то силы, откуда-то настрой. Могут добавить там, где европейские спортсмены, к сожалению, пока не могут. И вот решающий момент матча, седьмая партия и разгром. Вернулись буквально вот к началу матча, когда Сюсинь первые две партии Дима просто громил. Ну, сейчас я попал в ракетку Диме буквально. Очень Сюсинь ему удобно сыграл. Но, конечно, 2-8. Крайне тяжело будет выбираться Диме из этого положения. Там уже и тренер немецкий обреченно сидит. Да и Дима сам все понимает. Сюсинь тоже так посмотрел, дескать. Ну, я тебя сейчас за это-то устрою. И подачу изменил. На 8-2, да? Седьмой партии. На 8-2, да, уже. Очко на своей подаче берет, изменил вращение. Да. Конечно. Где взять другим вот этот самый ресурс, который позволяет китайцам вдруг преобразиться? Если бы знать, да. Парадокс китайских спортсменов. Не знаю. С любого счета, в любой ситуации могут добавить. Все. 11-2, 4-3, сюсинь. Более чем уверенно в седьмой партии. Хотя борьба по ходу матча была очень красивая. Дима боролся здорово. Эх, Дима, Дима, должен был ты выигрывать со счетом 4-2. Жаль. А счастье было так возможно. Ну и теперь ждем второго полуфинала. Еще один теннисист из сборной Германии. Тима Болл против белоруса Владимира Самсонова. Красоты много было в этом матче. Но, к сожалению, для Овчарова не так часто он так попадал. Сюсинь сыграл понадежнее там, где нужно, помощнее там, где нужно. А красоты в игре со стороны Димы ее не хватило для победы. Хотя могло сложиться, конечно, все по-другому. Мог матч завершиться уже 4-2 в пользу немецкого спортсмена. Он феерил много в тех партиях, которые выигрывал. А те, которые проигрывал, там как раз ему и не хватало какой-то малости в нужный момент. Вот таких моментов много было, когда, казалось бы, атака уже на выигрыш. И Сюсинь возвращал просто в последний момент. Дима был очень часто к этому не готов. Вот этот розыгрыш, наверное, будут повторять еще долго. Вот показали бы еще лицо судитого мальчика, который сбоку мне понравился просто. Вот-вот опять еще один момент, когда выбивает китайцы с позиции своего соперника. Красиво, да, никто не спорит. Но где-то был в седьмой-то партии. Только одно очко там сыграл, по сути, первое. И все. И Сюсинь опять плюс к статистике своих побед над Овчаровым. Но Дима близок был, конечно, как никогда. Впервые в карьере выходит финал Кубка мира. В прошлом году он в полуфинале проиграл. И в матче за третье место уступил Владимиру Самсонову. Ну а у Дима будет возможность все-таки выиграть первую медаль на Кубке мира своем. Хотя участие для него шестое. Здесь он сыграет еще за третье место с проигравшим в паре Самсонов Бол. Субтитры создавал DimaTorzok